Следующий доклад Иван Геннадьевич Синилкин из Томского центра. Оценка распространения рака молочной железы методами ядерной медицины. Добрый день, уважаемые позитивы, уважаемые коллеги. Оценка распространения рака молочной железы методами ядерной медицины. Ядерная медицина, это ПЭТ и КТ, и гамма-стинтеграфиевая КТ, стоят несколько обособленно от остальных методов лучевой диагностики, в связи с тем, что обладая худшим пространственным разрешением, данные методы обладают одним несомненным преимуществом. Они обладают функциональностью. То есть мы можем оценить не морфологическое состояние и размеры опухоли, а оценки ее функционального состояния. В настоящее время гамма-стинтеграфия, я не буду дотрагивать ПЭТ, гамма-стинтеграфия для диагностики рака молочной железы условно делится на две большие группы. Это диагностика первичного опухоли, оценка ее функционального состояния, оценка ее метаболической активности, и вторая часть большая – это диагностика или выявление вторжевых лимфатических узлов. Самым наиболее распространенным туморотротным препаратом является метокси-изобутил-изонитрил, который выпускается в России под маркой технитрил. По данным разных авторов, чувствительность достигает практически 90% до 100%, и специфичность 85-94%. Вместе с тем, в экспериментальных исследованиях было доказано, что 201-й изотоп талия характеризуется более высоким индексом накопления препаратов в 2-качественных на образованиях молочной железы, по сравнению с другими РФП. То есть МИБИ в 5 раз больше опухоль фон, а талий в 12. То есть это практически трехкратное превышение. Вместе с тем, изотоп талия является не очень удобным для изотопной диагностики, потому что он достаточно дорогой, имеет очень большой период по распаду, и что приводит к большой лучевой нагрузке на пациентку. Совместно с Томским политическим университетом нами получен для диагностических целей другой изотоп талия, 199-й, который обладает всеми схожими биологическими свойствами, но более щадящими для пациента. У него более короткий период по распаду, низкий энергетический пик и так далее. В исследовании выполнялся однофотонная компьютерная томография. Хинтрил вводился в дозе 740 МБК и талий 260 МБК. Вводился препарат в вену тыла стопы для исключения подкожного попадания препарата при приведении в локтевую вену. Всего в исследовании было включено 290 пациенток с ракомолочной железой, из них 60 – это талий и 160 – технетрил. И для оценки специфичности препаратов были обследованы 70 пациенток доблокачественным заболеванием молочных желез, также талием и технетрилом. Для оценки специфичности в нашем исследовании получилось, что талия обладает практически 100% специфичностью, то есть он не накапливается. В никаких доброкачественных образованиях молочных желез метоксий и забутил в небольшом проценте, но все-таки накапливается, что приводит к ложноположительным результатам. При оценке чувствительности и сравнении между технетрилом и талием у больных ракомолочных желез всех групп в сумме получилось, что чувствительность 199-го талия будет 98%, технетрил – 98,5%, что практически идентично. Затем мы получили интересные данные, учитывая все-таки особенности аппаратуры и ее пределы защищающей способности, мы разделили общую группу на две большие части, когда опухоль более 1 см и менее 1 см. Если опухоль более 1 см, чувствительность в выявлении рака молочной железы тем и другим затопом составляет 100%. То есть крупный опухоль мы видим достаточно хорошо. А вот при оценке более мелких опухолей меньше 1 см, чувствительность резко упала, то есть до 65% у талии, и что примерно соразмерно 6% технетрил. Также не очень высокая чувствительность при оценке мультицентрического формы роста, то есть 59, 65, здесь несколько больше у МИБИ. И для оценки, для выявления метастатического поражения лимфатических узлов, также здесь метоксидзабутивый и зонитрил обладают более высокой чувствительностью. Это данное исследование мы проводили для диагностики первичной опухоли. Затем мы планируем все-таки попытаться найти какие-то прогностические критерии оценки опухоль на химиотерапию, то есть в неодевантном режиме и так далее. То есть это будет вторая часть. Таким образом, лойко-тест технетрилом талии у больных рака молочной железы обладает высокой чувствительностью выявления злокачественного образования размером более 1 см, что в принципе не совсем хорошо. В случаях малых рак, использование этих методов не является актуальным. Ну и можно рекомендовать к использованию талии как в качестве дополнительного критерия в случае, когда другие методы учебодиагностики и результаты морфологического исследования не дают однозначного ответа. Это что касается первой части. Вторая часть – детекция сторожевых лимфатических узлов. Концепция сторожевых лимфоузлов подразумевает, что сторожевые – это первый лимфоузел, который, фильтруя афферентную лимфу, оттекающий от опухоли, становится капканом для злокачественных опухолевых клеток. И биопсия сторожевого лимфоузла является объективным диагностическим критерием распространения злокачественного процесса. Если сторожевое лимфоузел не поражен эндостазмом, то все остальные региональные лимфоузлы данной группы я хотел бы здесь подчеркнуть, что именно биопсия является критерием не визуализации самого лимфоузла, не интенсивного исключения препарата изотопа в него, а именно биопсией с подтверждением наличия метастазов в нем или нет. У больных с ранними стадиями злокачественного образования метастазы в региональных лимфоузла обнаружатся лишь в 10-30% случаев. То есть выполнение в данном случае радикальной лимфодисекции не совсем оправданной. И радикальная лимфоденотомия увеличивает риск послеоперационных схважнений. В разных странах, в частности в Европе, определение стажевого лимфоузла входит в стандарты оказания медицинской помощи при раке молочной железы, миланомии, сейчас простаты. При опухоле других локализаций это еще выясняется. На данном слайде, то есть количество пациенток по годам, у которых не было обнаружено по плановым гистологическим исследования поражение региональных лимфоузлов. Это чуть больше трети. То есть им можно было не выполнять акселярную лимфодисекцию. Существует два метода определения стажевых лимфоузлов. Это введение химических элементов. Но вот здесь окрашенную метиленовую синенькую сейчас используют флюорозирующие красители и инъекции радиоактивных коллоидов для сантиграфического либо радиометрического определения стажевого лимфоузла. В большинстве исследований предлагают сочетать оба метода у каждого пациента достигая более высокой чувствительности. В настоящее время для выявления стажевых лимфоузлов в мире используются несколько препаратов. Наиболее оптимальный на накол производства Амершам связан с тем, что у него диаметр колой до около 80 нанометров, что является оптимальным для скорости его миграции в стажевого лимфоузла и в то же время нет более быстрого переспеления в лимфоузлу дальнейших групп. Стандартный препарат для лимфоцентрографии стажевого лимфоузла действует следующим образом. То есть из местной инъекции проходит до стажевого лимфоузла и затем мигрирует в лимфоузлу второго порядка. Тем самым интероперационно при радиометрии особенно создается несколько очагов повышенного излучения этой местной инъекции стажевого лимфоузла непосредственно и лимфоузлу следующего порядка, что затрудняет работу хирурга для его детекции. Мы использовали технифит в различных вариантах то есть мы подвигали его фильтрации чтобы сделать более-менее однородный препарат и выяснили, что на самом деле фильтрация того же технифита не оказывает особого влияния на накопление препаратов в стажевом лимфоузле. Для поведения лимфоцентографии нами, опять же, сотрудничество с Томским политехническим университетом был создан препарат теперь называемый Аватех. В отличие от всех стандартных лимфоцентографии он обладает желатиновой капсулой и когда доходит до стажевого лимфатического узла подвергается макрофагальному захвату и желатин желатиновая капсула разрушается а сам гамма-оксет алюминий не является лимфотропным и он из стажевого лимфоузла никуда больше не уходит тем самым интероперационно остается два участка это место введения и стажевого лимфоузла то есть препарат дальше не перераспределяется мы применяли он прошел полный цикл доклинических исследований и достаточно хорошо себя зарекомендовал вид на графике интенсивность его включение в торжевой лимфоузел в разы превосходит накопление наноциста и техникита и на синтеграмме видно место введения и оксериальный лимфоузел у крысы это через два часа после введения наш институт имеет патент нами получен патент на способ получения реагента для приготовления наноколоида и данный патент в 2014 году вошел в топ-100 лучших изобретений России от медицины там было всего два таким образом в исследовании вошли две группы пациенток одна группа 3-4 пациентка с ракомолочной железы которым вводился лотех и вторая группа это 17 пациенток исторический контроль с ракомолочной железы которым вводился техникфит препарат вводился в четырех точках по периметру опухоли затем выполнялся ВКТ через 2 и 18 часов после введения препарата интероперационное выявление то есть радиометрия существовало с помощью двух гамма-зондов это один отечественный гамма-зонд радикал и другой гамма-файндер производства США по результатам нашего исследования наиболее часто то есть стаживным лимфатическим узлом являлся акселярный лимфатический узел 98% случаев при спектре и УКТ стаживный лимфоузел достаточно четко выделялся как правило в акселярной области достаточно интенсивным включением препарата в результате поведенного исследования у пациенток в первой группе в которой вводился АЛАТЕХ стаживные лимфоузлы при УКТ выявлены у 30 пациентов в количестве 31 лимфоузла во второй группе в которой вводился статографический удалось выявить 13 стаживных лимфоузлов у 13 человек при интероперационной радиометрии стаживные лимфоузлы выявили в первой группе 32 человек в количестве 33 лимфоузлов а во второй группе также у 13 человек в количестве 13 лимфоузлов мне бы хотелось обратить ваше внимание на этот слайд это уже последствия на нашем исследовании то есть сделана секторальная резекция и сделан небольшой надрез в проекции стаживного лимфоузла для введения гамма-зонда и его извлечения для гистологического исследования интенсивность включения аватеха в стаживную лимфоузлу при ОИКТ через 18 часов после введения составила 6-10% от места введения при радиометрии 14-25% при анализе данных технифита значения составили 1,5-2% и 2,5% соответствующих что значительно ниже таким образом применение радиофармапарата аватех в месячной технифи у пациенток с ракомолочной железы в стаживной лимфоузлы выявили с чувствительностью 91% чувствительность по использованию технифита составила 76% и аватеха имеет более высокую интенсивность фиксации в торжевом лимфоузле что облегчает его визуализацию благодарю за внимание спасибо Иван Геннадьевич есть возможность задать вопросы пожалуйста у кого есть вопросы Александр Иванович Петровский пожалуйста Большое спасибо за интересную презентацию вот скажите пожалуйста были два у меня вопроса по поводу сторожевых лимфатических злов были у вас ли случаи ложноположительного и ложноотрицательного определения сторожевого лимфатического узла это первый вопрос и второй судя по тому что небольшое количество лимфатических узлов в основном один у каждой пациентки то этот препарат достаточно долго задерживается длительное время задерживается в лимфатическом узле ну как вы показали а сейчас большинство наших зарубежных коллег которые уже долго и давно делают биопсисты лимфоузлов считают что желательно чтобы во время биопсисты лимфоузлов удалялось два лучше три лимфатических узла вот как вы считаете это такое накопление радиофар препарата в одном лимфоузле это ограничение методики или это ее преимущество в данном случае на мой взгляд это большое преимущество потому что он потом не перераспределяется дальнейшим лимфоузлу второго порядка то есть мы находим в районе только сторожевой лимфоузел мы в начале когда методику только пытались внедрять то есть мы определяли сторожевой лимфоузел все равно делали акселярную лимфодисекцию для того чтобы доказать что это именно сторожевой у нас не было скипов не было то есть не ложно положительных не ложно отрицательных спасибо Сергей Васильевич Канаев будьте добры скажите пожалуйста вот талия как вы работаете с талием там что генератор вы получили какой-то чтобы также работать газтехнецием или это его каждый раз надо производить в каких-то количествах на талии является цикватронным препаратом я понимаю что он является у него да его каждый раз надо производить на цикватроне мишень и так далее то есть да кроме то есть для того чтобы производить талии надо иметь цикватрон да надо иметь цикватрон и нужно учесть что он несколько дороже чем технец ну это мягко сказать несколько и все равно он должен получаться к определенным то есть ведь технеция это генератор да который вы доите происходит доение в течение недели да спокойно совершенно здесь он конкретно утром запускается цикватрон облучается мишень получается раствор талия вводится пациенту и все вводится вводится